МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, подарки соседям принесла дочь умершего. И вот они посчитали, что если они каждый год будут по одному подарку своей дочке вручать из этого большого пакета, то их хватит вплоть до 2032 года. Но вот родители, знаешь, на чем задумались? Может быть, распаковать подарки? Вдруг там что-нибудь скоропортящееся? Или что-нибудь, что 16-летней девочке уже совсем по вкусу не придется? Вот здесь отец девочки решил хайпануть. И в социальных сетях, в Твиттере решил устроить опрос. И он спросил, стоит распаковывать подарки, либо нет. Пользователи порекомендовали все оставить как есть и не трогать. Но папа был слишком любознательный. Один подарок все-таки открыл, и там оказалась книга известного французского автора, который, услышав об этой истории, с радостью решил подписать автографом книгу. Ну вот разве не чудесная история? А ты, наш друг, когда-нибудь совершал какое-нибудь чудо ради другого человека? Или, может быть, просто возвращал ему веру в добро? А? А если да, то рассказывай такие истории в нашем сегодняшнем интерактиве. Ну а также не забывай присылать нам свои фотографии, где ты активно занимаешься спортом. Для чего все это нужно делать? Потому что автор лучшей фотографии получит замечательный приз. Сертификат на 150 рублей в семейный спортивный центр «Аванты». А это часы занятий на теннисных кортах, зале умного фитнеса и услуги «Нейл Студии». Ох, дорогой друг, это далеко не все, что ждет тебя в рамках сегодняшнего эфира. Вот посмотри, пока ты делаешь снимки своего здорового образа жизни. Сегодня в программе «Я прибью тебя, сын маминой подруги» или «Как не перенести во взрослую жизнь детские обиды». Дети хотят чего-то большего. Карманные деньги. Как опустошить родительский кошелек и не спустить все на кино и шоколадки. И как увидеть во сне новую периодическую систему химических элементов, расскажет сомнолог. А ты смотри телевизор и все узнаешь. Я прибью тебя, сын маминой подруги. Сегодня мы будем говорить о обидах, которые родители умышленно, возможно, неумышленно оставляют нам в самом детстве. И спустя через много лет эти обиды всплывают, и человек меняется из-за них. Да, вот речь сейчас пойдет не о том, когда ребенка просто-напросто наказывали за шалости. А вот, например, когда брали и отдавали его игрушки соседскому сыну, или сыну тети Маши, Светы, Наташи и так далее. Почему это делали? Да просто так, просто потому что могут, без спроса. Сын маминой подруги – это уже практически устойчивое выражение. У тети Светы Сашка давно уже институт закончила, ты все еще штаны просиживаешь знакомо. Да? Что с этим делать? Ну, в общем, что делать, если от фразы «сын маминой подруги» тебя бросает в дрожь? Мы будем разбираться с нашими гостями. У нас в гостях наши зрительницы – это Маша и Алиса. Девчонки, привет. А также психолог Ольга Москаленко. Ольга, здравствуйте. Ну, давайте, наверное, с вами в самом начале разберемся. Еще Лев Толстой, он говорил, что освободиться – значит перестать с другими людьми следить и жить спокойно. Неужели вот эта вот фраза «сын маминой подруги» так сильно начинает влиять на человека? Ну, это такая очень манипулятивная фраза, и она очень обидная. И когда родители ведут себя, очень сравнивая своих детей в сторону соседских, мы всегда знаем, что мед у соседей всегда слаще, чем у нас. Это такая история, наверное, про нас. К сожалению, это, правда, очень обидная фраза, и желательно родителям все-таки как-то вести себя по-другому. Ну, давайте попытаемся понять родителей. Они специально это делают? Ну, чтобы дети понимали, родители специально хотят тебя обидеть, или у них это нечаянно получается? Скорее получается это нечаянно, но это на самом деле очень обижает. И здесь уже надо какие-то способы искать, чтобы доносить свои мысли, свои чувства, что на самом деле это очень такая токсичная фраза, я не боюсь этого слова, и лучше ее не произносить. Ольга, но может быть эта фраза, она может привести к какому-то личностному росту, либо наоборот это противодействие? Да, кого-то будет мотивировать, а кого-то очень сильно, наоборот, опустят еще ниже и обрежут крылья. То есть здесь все очень индивидуально. Но это в первую очередь родительский промах, вот сын маминой подруги, когда ты делаешь акцент. Да, если акцент делают родители, то это задачка для родителей, что-то с этим делать. Но если родители не понимают, значит мы ищем сами способы, что делать, как из этой ситуации выходить. Девчонки, нам нужно ваше мнение, без вас вообще никак. Вот слышали фразу «сын маминой подруги», когда родители, как вы к ней относитесь, как она на вас влияет? Ну, меня она точно не мотивирует, потому что это очень обидная фраза. Когда тебе родители говорят, что кто-то лучше, кто-то куда-то поступил, у кого-то что-то там хорошо получается делать. И я это принимаю все на свой счет, то, что я этого не могу сделать, то, что у меня это не получается. И мне просто становится очень обидно. А как вы думаете, почему родители так делают? Почему они эту фразу говорят? Ну, может быть, они даже думают наоборот, нежели так мы. Мы считаем, что это нас опускает, они думают, что если они это скажут, они думают, что нас-то как-то поднимет, и мы будем стараться сделать что-то лучше. Хорошо. Ну, на самом деле, так оно и есть. Хотя, на самом деле, прям вот рассказать о своих чувствах с мамой, это же очень обидно, когда ты начинаешь меня сравнивать. Или, ну, вот на самом деле, обращай внимание, вообще идеальная фраза, обращай внимание на то, что у меня хорошо получается. Вот, я уверена, что у многих многое получается, и получается замечательно. Ну, вот иногда обращают чаще, обращают внимание на какие-то отрицательные вещи, чем на положительные, к сожалению. Так, а может быть, стоит, если родители так говорят, сказать, знаете, как контрнаступление, что так у этого сына и родителей, посмотри, какие хорошие. И вот так вот один раз заагрится, и после этого родители успокоятся. Мне кажется, это плохая идея. Жанна хорошему не научит. Это наше рассуждение. Ольга, как вам кажется? Ну, на самом деле, вы знаете, есть такое понимание, что если плюнуть в верблюда, у верблюда может получиться значительно лучше. К сожалению, это правда. Это получается ответ на манипуляцию манипуляцией. То есть так мы делаем? Не совсем замечательно. Хорошо, а как противодействует тогда вот этой фразе? Начинать говорить, на самом деле, о том, что мне неприятно это слышать, говорить о своих чувствах, что это на самом деле очень обидно, говорить, акцентировать внимание на своих победах. Вот, а я сегодня контрольную на пять написал, или я там в танцах прям звезда. Ну, у кого что получается. И искать способы, как переключаться. Как останавливать мысли, обидные, и переключаться. А в вашей практике вы часто сталкиваетесь с людьми, которые так или иначе пострадали от того, что им в детстве говорили, что посмотри, как наш сосед, посмотри, как другой ребенок? Да, когда мы говорим про отношения и между взрослыми, и между взрослыми и детьми, чаще всего это про обиды. Чаще всего это про обиды. Во взрослой жизни в какие комплексы это может перейти? Мы очень сильно болезненно реагируем на критику. Нам очень сложно выйти из замкнутого круга, когда у нас мысли бегают по кругу, и очень сложно остановиться и вырваться из одной и той же мысли. И надо искать эти способы, переключаться. Мы очень сильно зависим от чужого мнения. То есть это скорее не укрепляет самооценку, а как-то ее немножечко делает... То есть мы во взрослой жизни продолжим сравнивать себя с другими? Если ничего не будем, все это делать туда. Опасно. Девчонки, на ваш взгляд, как стоит реагировать на такую фразу? Закрыться в себе, обидеться, разозлиться на родителей? Как себя вести, когда родители ставят в пример другого ребенка? Ну, когда у меня такое происходит с мамой, я чаще всего говорю то, что, как я вижу этого человека, что в чем-то он не так хорош, как мама думает. Смотрите, вот ты концентрируешься сейчас на негативном, а Ольга нам говорила о том, что наоборот, нужно на позитивном. Правильно? Можно, да, поговорить. Мам, ты знаешь, что такое замечательно, что ты это увидела, а посмотри, пожалуйста, что у меня хорошо получается. Вот замечательно, классно, что ты видишь, вот как у Вани, что-то замечательно получается, или какой Ваня молодец, но вот в этом и в этом я же хороша тоже. Ну, хватит же родителей, которые ты этим говоришь, они, ну, как бы, ну, молодец, и все равно продолжают сравнивать. Вот, к сожалению, взрослым можно отказаться от какой-то токсичной дружбы, которая нам идет не на пользу, от каких-то отношений, из которых мы можем просто вот уйти. Очень сложно уйти от отношений с родителями, когда они не слышат, это правда. Ну, вот мы с вами уже заговорили про то, что это так или иначе сказывается впоследствии, да, во взрослой жизни, когда вы подрастете. А как это скажется? Я не знаю, девчонки будут говорить, а вот посмотри, у моей подруги муж такой красивый, а ты такой некрасивый. Вы знаете, Жанна, я уверена, что так оно и будет. Вот сто процентов однозначно будем смотреть на мужа и подруги и смотреть, какие они красивые, какие они успешные, какие они замечательные. Девчонки. Ну, начинаем бороться. Подождите, а может быть вот этой фразой воспитывается перфекционизм? Лучше перфекционизм, чем заниженная самооценка. Сто процентов. Но никогда не знаешь. Никогда не знаешь, что получится. Это не одно и то же? Немножечко разные вещи. Перфекционист, он не реализует вот этот вот идеал из-за того, что у него заниженная самооценка? Ну, все мы стремимся к идеалу. И дай бог, чтобы человек понимал, что если заниженная самооценка, что-то с этим нужно делать. Когда мы говорим про перфекционизм, это крайне редко вообще встречается. На самом деле всегда у нас, всегда мед слащу у соседа. Девчонки, хочу с вами сейчас поговорить, вот, чтобы мы вместе пофантазировали, как можно ответить родителям, как можно противодействовать, когда, например, ставят других детей, что у них что-то лучше получается. На ваш взгляд. Ну, вот как Ольга сказала, то, что можно сказать, вот посмотри, в чем я хорош. Ну, мне кажется, это сработает. Ты думаешь, что это сработает? Да. Ну, может быть, стоит тоже предложить какой-то вариант и сказать, что у меня получается это, чего не получается у того ребенка, с кем ты меня сравниваешь. Девчонки, а вы вот здесь не лукавите? Разве сразу в психи не бросаешься, мол, ай, отстань, да ты ничего не знаешь, мама, дверь закрыла, заплакала и все. Зачастую же так происходит, наверное. Ну, не совсем так, потому что, ну, я знаю, когда маме будет неприятно, когда, если я что-то скажу, мама просто взорвется и наговорит мне еще кучу гадостей, там, ну, как гадостей, ну, всякого такого. Ну, здесь пример того, что она боится реагировать даже тогда, то есть мама привела в пример другого ребенка, она боится ответить, потому что мама еще больше взорвется. Да, здесь еще плюс добавляются другие сложные эмоции, обиды, удержание на чувстве вины, это все, на самом деле, очень непростая история, и тут нам нужно понимать и смотреть, как, ну, мы все прекрасно понимаем, какая у нас реакция может быть у родителей, поэтому я бы, наверное, акцентировала, зная, какая будет реакция. У нас же кто-то истерит, там, более истероидный товарищ, он будет истерить, кто-то более спокойный, уйдет в себя, замолчит, там, такое больше замороженное поведение будет показываться, поэтому все очень по-разному реагируют. Поэтому здесь, скорее, я бы ушла в хобби или в спорт, тут уже очень так хорошо переключает, ну, вспомнить, что есть такие способы, а в чтении компьютерные игры периодически. Я позволю себе резюмировать, да, как противостоять вот этому сравнению с сыном маминой подруги. Во-первых, ищем свои плюсы и напоминаем родителям о них, правильно? Говорим, что я вот в этом хорош, говорим родителям открыто о своих чувствах, правильно? Мы говорим, что мне эта фраза неприятна. Что-нибудь еще можем добавить в этот список? Вспоминаем о том, что вот мне очень нравится все, что связано с активизацией тела, про спорт. То есть, если возможно там выйти прогуляться, подышать, отвлекаемся. 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 Пока у нас три пункта получилось таких конкретных. Вспоминаем про хобби, которые вызывают у нас очень много чувства радости, интереса, внимания. Это хорошо очень переключает. Но это все успокаивает себя, да? То есть, мы говорим про то, чтобы успокоить? Если родители не слышат. Если есть возможность выстроить диалог с родителями, замечательно. Как можно больше говорить о себе и о своих чувствах? И не только с родителями, со всеми остальными тоже. А фраза такая, как «мама, ты меня не любишь», она может помочь запугать родителей? Тоже манипулятивная фраза. Не манипулируем, правильно? Стараемся не манипулировать, но это на самом деле очень сложно. Или «мам, ты так делаешь, такое чувство, что ты меня не любишь прям». Но это очень так звучит. На самом деле тоже обидно звучит. Ну, хорошо, что мы даже вот сейчас, за буквально 10 минут, смогли найти 4 пункта, каким образом можно отфутболить вот эту фразу, когда «сын маминой подруги». Я, девчонки, вам желаю, чтобы даже во сне вам никогда не снилась фраза «сын маминой подруги». Вам спасибо большое. А вот по поводу снов, дорогие наши, между прочим, во всем мире, от 63 до 98% люди верят в вещи сны. Вот что это такое? Это остатки мирового язычества или это реальные вещи, которые можно исследовать? Поговорим об этом после рекламы на «Беларусь-2». Прямой эфир телеканала «Беларусь-2» продолжает молодежный проект «Пин-код». И до ухода на рекламу мы обещали вам рассказать про вечные сны. Так вот, согласно исследованию, большинство людей на планете Земля, в зависимости от местонахождения, 63-98% верят в существование вечных снов. С другой стороны, есть теории, которые отрицают существование каких-либо вещих снов. Они говорят о том, что вот то, что мы видим во сне, это просто-напросто переработанная картинка того, что произошло с нами в течение дня. Но есть еще одна теория, она в интернете популярна, говорят, что сны — это площадка театра, на которой ты можешь решить свои реальные проблемы. Вот что это такое? Верить с нам или нет? Мы сегодня будем разбираться с нашими гостями. Это у нас в студии Ксения. Ксюша, привет. У нас в студии также Полина. Мы будем разбираться, верить ли девчонкам в их сны. И в этом нам поможет Наталья Шилова, сомнолог. Здравствуйте, Наталья. Девчонки, ну, рассказывайте, часто ли вы видите сны? Один раз я приснила, что мои родители подарят мне собаку. И так сбылось. На день рождения мне подарили собаку. И после этого ты веришь? Да. Вещи и сны. Хорошо, что у Полины? У тебя, Полинка. Ну, я не верю, потому что у меня никогда не сбывали сны, и поэтому я не верю. А что в основном тебе снится? Тебе тоже снялось, что тебе дарят собаку? Я просто забываю. Это... Ну, сны все я забываю почему-то, я не знаю. И поэтому не веришь? Хорошо, давайте разбираться. Кто прав? Я бы хотела пояснить. Мы услышали два разных мнения о снах. Я бы хотела объяснить это с научной точки зрения. Существует множество теорий, почему мы видим сны. И мы знаем, там, где теорий много, это значит, ни одна недействительная. Все эти теории можно разделить на две большие группы. Первая группа теорий нам говорит о том, что несмотря на то, что мы ночью отдыхаем, наш головной мозг активно работает. И благодаря вот этой активности головного мозга, за счет того, что работают клеточки головного мозга, мы видим сны. А вторая группа теорий говорит о том, что в течение дня мы переживаем многие эмоциональные состояния. Злимся, грустим, завидуем, обижаемся. И для того, чтобы эти эмоции не оставались внутри нас, чтобы мы с ними не жили всю свою жизнь, ночью мы видим сны, где эти эмоции перерабатываются и освобождают наш организм. И в зависимости от того, какой теории мы будем с вами придерживаться, мы можем по-разному интерпретировать сны. Мы можем верить, но не только интерпретации. Интерпретации снов мы сегодня займемся. Мы сделаем это при помощи онлайн-сонника и при помощи нашей гости Натальи. А для того, чтобы мы могли твои сны проинтерпретировать, рассказывай нам самые невероятные свои сны в интерактиве. Будем с ними сегодня работать. Девчонки, а вы сонникам верите? Знаете, что такое сонник? Да. Так, верите ли вы сонникам? Нет. Я верю. Ну, конечно, собаку подарили. Один раз я посмотрела в сонник, что означает кит. Кит означает счастье. Еще было... А тебе кит приснился? Да. Так. Что еще означает счастье, болезнь? Так счастье или болезнь, подождите? Наверное, в зависимости от сонника. Помогите нам. Я так понимаю, что каждый сонник, он может один и тот же сон интерпретировать совершенно по-разному. На самом деле, сонники, которые часто где-то печатаются в изданиях книжных, в интернете, они научно не обоснованы и не доказаны. С точки зрения психологии сны интерпретируются немножко по-другому. Если сонник нас настраивает на то, что сон про что-то, то есть к чему-то нас приведет, то психологический анализ говорит наоборот, что сон, то сновидение, которое мы видим, это про какое-то событие или про нас. Психологический анализ – это что такое? Так сложновато понять. Говорите, сон не говорит одно, а психологический анализ говорит другое. Когда приходит человек к психологу, психотерапевту и рассказывает свой сон, и мы проводим анализ этого сна, то мы рассматриваем сон, что он не к чему-то. А он наоборот про то, что произошло. Мне кажется, ни один подросток не придет к психологу рассказывать свои сны. Девчонки, вы бы пошли? Нет, я не знаю. Не знаю, это может, ты пошла бы. А кроме психолога как-то можно свои сны разложить по полочкам? Конечно. Первое, что рекомендуют, когда ты увидел сон, во-первых, для того, чтобы его запомнить. Вот Полина говорит, я не запоминаю сны. Хотя бы если кусочек какой-то, остаток сна у тебя зацепился, ты его повтори. Еще раз и еще раз. Потом можно подумать, про что этот сон приснился. Можно почитать что-то даже в соннике, но не делать выводов. Можно спросить у кого-то, у знакомых, у друзей, снилось ли тебе такое, но тоже не делать выводов. Я слышал, что сны до обеда рассказывать нельзя. Я думаю, что это предубеждение, которое тоже не имеет никакого научного обоснования. И только к концу дня или на следующий день придет правильная интерпретация того сна, который вы видели. Вот мне интересно, как было у тех людей, которые в своих снах видели какие-нибудь гениальные открытия? Например, как оно было у Менделеева? Или как оно было у автора армянского алфавита, потому что он его тоже увидел во сне? А будем с этим разбираться в нашей подборке фильмов про сны. Специалисты утверждают, что сон – это вторая реальность, в которой мы проживаем другую жизнь, не похожую на настоящую. Говорят, мы способны даже контролировать собственные сновидения. Посмотрим мою подборку самых невероятных фильмов об осознанных снах. Фильм Джейка Пелтроу «Спокойной ночи». У главного героя Гарри довольно необычный способ справляться с жизненными передрягами. Он находит отдушину в сновидениях, где встречает женщину своей мечты и влюбляется. С этого времени реальность его уже не интересует. Нетривиальный сюжет прекрасно дополняет отличный саундтрек и сильный актерский состав. Что же в конечном счете выберет Гарри? Обещаю, развязка тебя очень удивит. Мистический триллер «Пиджак» режиссера Джона Мэйбери. Это и драма с элементами психоанализа, и картина о путешествиях во времени, и фильм об управлении иной реальности. На главного героя надевают смирительную рубашку – именно она имеется в виду в названии, а вовсе не обычный пиджак – и помещают в холодный ящик. В таком состоянии он погружается в сон, где встречает девушку и узнает, что ему осталось жить всего несколько дней. Алиса в «Стране чудес» гениального Тима Бёртона. Убежав из дома, Алиса увидела под старой яблони большого белого кролика. Достав из кармана часы, кролик торопливо скрылся в подозрительной темной норе. Набравшись смелости, Алиса шагнула вслед за ним. И попала в чудесный сказочный мир, где осуществляются самые несбыточные фантазии. Ну и, конечно, «Вишенка на торте» – фильм «Начало» Кристофера Нолана. В этом фантастическом триллере целый мир сновидений со своими правилами и законами. В иной реальности можно строить города, проживать другие жизни и легко вторгаться в сознание людей. Главный герой – талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения секретов из глубин подсознания людей. Его последнее дело может изменить всю его жизнь, но для этого ему нужно совершить невозможное – инициацию. Удастся ли герой осуществить задуманное? Ведь в этот раз ему нужно не украсть идею, а внедрить ее. Узнаешь, посмотрев фильм «Начало». Фильмы – это, конечно, хорошо, но бывает, насмотришься о фильмах, и потом тебе страшные сны снятся. Девчонки, у вас какие-нибудь были страшные сны? Да. Почему нам снятся страшные сны? Как с этим бороться, и могут ли они нам навредить? Это очень хорошо с точки зрения психологии, когда снятся страшные сны. Это говорит о том, что мы днем очень сильно испугались. И для того, чтобы эта тревога не оставалась на следующий день, ночью нам снится страшный сон, и тревога из нас потихоньку уходит. Конечно, человек при этом утром может чувствовать себя плохо, или даже ночью проснуться, испугаться, но для его психического здоровья это очень хорошо. То есть вот фильмов можно… То есть ужастики надо смотреть? Вы к этому? Все очень индивидуально. Но мне кажется, если ужастики смотреть, то только не перед сном. Но везде есть чувство меры. Я думаю, что ужастик должен также чередоваться с экшеном, с мелодрамой, с комедией, чтобы насыщаться разными эмоциями. Есть еще один такой сон, мне кажется, в котором пребывало процентов 99 людей, а то и не 100. Летали когда-нибудь во сне? Нет. Да. Вот этот один процент. Я нашел тебя. Наталья, помогите разобраться сны, в которых мы летаем. Ксения, расскажи мне, пожалуйста, летала во сне, это что было с тобой? Что ты чувствовала? Я чувствовала радость и грусть. То есть тебе снилось, что ты именно летаешь во сне? Или тебе было такое ощущение, что ты как будто бы летишь и падаешь во сне? Потому что это два разных состояния. Как будто лечу и падаю. Летишь и падаешь. Вот это очень частое явление, это норма. Такое бывает у всех людей практически. И есть такое поверье, что это связано с тем, что мы растем во сне. Нет, на самом деле не так. Это связано с тем, что когда мы спим, у нас есть разные фазы сна. И в одной из фаз сна наше тело, наши мышцы очень-очень сильно расслабляются. А потом им потом, когда снова нужно стать напряженными, вот этот момент ощущается как падение. И человек даже может просыпаться, испытывать какую-то тревожность. Я скажу. А кстати, Соник нам говорит, что летать во сне это к духовному обогащению и саморазвитию. Это если снится сам полет, что ты летишь на дельтаплане, на птице или самостоятельно летишь. Тогда мы можем говорить про интерпретацию сновидения. Но это хорошо, если мы просто летим. А очень часто ведь во сне ты можешь дергаться. И вот провалился, ты дернулся, проснулся. Это же может, наверное, показаться, как-то повлияет на наше здоровье. Абсолютно нет. Это одно и то же состояние. У кого-то оно ярче проявляется, у кого-то более спокойно и сглажено. Девчонки, а как вы готовитесь ко сну? Я... Так. Так. Я, например, предлагаю тебе варианты, как подготовиться ко сну так, чтобы видеть хорошие сны и так, чтобы долго, крепко и сладко спать. Во-первых, не есть перед сном. Согласны мы с этим утверждением? Абсолютно верно. Почему нельзя есть перед сном? Потому что переваривание пищи – это большая работа для организма. И организм, прежде чем лечь спать, будет думать, что ему делать, переваривать пищу или усыпать. И, конечно же, он первое, что выберет. Переваривание пищи. Девчонки, идите перед сном. Да. Ну, никогда. Нет? Ну, иногда, никогда. А уж точно, наверняка, не нужно есть ночью. А что делать, если мы проснулись и хотим поесть? Можно разработать специальный ритуал. Для того, чтобы избежать этой неправильно сформированной привычки. Можно, как говорят, обмануть свой желудок, много попить. Можно положить себе на тумбочку кусочек шоколадки. Зефирки. Для того, чтобы утолить то чувство голода. Чуть-чуть можно, да. Да, которая возникает у нас. Ну, ни в коем случае не идти к холодильнику. Еще нам предлагают сходить в душ, но не накануне сна, а за несколько часов. Вот этой рекомендации стоит придерживаться? Или все-таки вот прям за минуту до сна идем и моемся? Я бы не поддержала эту рекомендацию. Потому что для того, чтобы было лучше уснуть, хорошо, когда человек принимает ванну или душ примерно за полчаса до сна. Полчаса. Девчонки, запомнили? Будете применять эти лайфхаки, методы? Да. Говорите, что да. Спасибо большое, что рассказали нам, как правильно контролировать свой сон. Мы желаем вам только хороших снов. И желательно снов, в которых тебе снится, что родители дают много карманных денег. Зачем нам такие сны? Ну, это правда, очень здорово. Вот, к примеру, у меня есть новость, что в Турции дети получают свои первые карманные деньги за, вы, возможно, не поверите, а я расскажу, за поцелуи на большинстве национальных праздников. Там есть такая традиция целовать друг друга и давать за это деньги. Ну, вот, знаете, тема карманных денег, она всегда болезненна. И после рекламы мы вернемся, и в этой студии обсудим, сколько надо давать карманных денег, как их правильно тратить и как их правильно копить. Оставайтесь с нами. Друзья. Ох, ребята, прямо сейчас наша студия, проект Пинкод, превращается в настоящий октагон. Мы решили сделать противостояние родителей. У нас в гостях Ирина и Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. И детей. И детей у нас Маша и Маша, чтобы никто не путался. На какую тему будем сегодня спорить? Тема у нас очень простая. Мы хотим, чтобы вы делились своими мнениями, рассказывали, что вы думаете. Финансовый вопрос. Карманные деньги. Сколько надо давать? Сколько хотите получать? Куда тратить? Нужно ли контролировать, куда тратить? Огромное количество вопросов. Сколько мы хотим получать? Интересный вопрос. Очень хороший вопрос. Нет, а на самом деле, девчонки, вы знаете, сколько вы хотите получать карманных денег? Вот просто у родителей все просят карманные деньги. А сколько? Вы говорите конкретную цифру. Нет, я конкретно не говорю конкретную цифру. У нас просто дают мне с самого детства деньги. И она просто с каждым годом сумма на 5 рублей росла. Ну, по нашим меркам. 5 рублей. Когда были маленькие, по 500 рублей. Ну, на старые деньги она росла. Вот, а сейчас, как бы, мне уже 16 лет, и я работаю, так что... Ты не берешь у родителей совсем карманные деньги? Нет, я беру у них деньги карманные, но и сама зарабатываю, поэтому они дают мне... Ну, то есть, цена не растет. Вот сколько раньше давали? Можно уточнить, росла цена по возрасту или по заслугам? По возрасту. По возрасту, да. Прошел год, плюс 5 рублей, да? Ну, да. Кстати, а как вы считаете, детям можно давать по заслугам? Получил двойку, не получил карманных денег. Как он будет там есть обед в школе? Не важно. Ну, это один из стимулов, наверное, с одной стороны. Смотря как посмотреть. Ну, вот это вот нечестно, потому что... Почему? Потому что дети должны кушать. И если оценки какие-то плохие, ну, мне кажется, это не должно влиять на финансовое... Опять же, есть программа, где просят родителей заплатить за питание, и дети кушают. Дети голодными в школе не остаются. Питание организовывает. Дети голодные булочки — это лишняя вам калория. А вы видели ту еду, которую нам дают? Полезная еда, разработанная. Очень полезная. Особенно в холодном состоянии. Так вот... Это другой вопрос. Да. Я себя просто чувствую между двумя огнями сейчас. Вы не представляете. Сейчас будет батл, конечно. Подождите. Давайте так, давайте разберемся. Вот с каким посылом вообще родители дают карманные деньги? Для чего? Для чего? Я думаю, что родители дают промотивировать детей. Мотивировать? Да. Чтобы они там помыли посуду дома, убрали, потому что они этого не хотят делать. А вот это неправильно, неправильно. Есть ощущение, что вам не для этого нужны карманные деньги, не за мотивацию. Просто вы понимаете, что когда вы просите ребенка делать домашнюю работу, помогать вам за деньги, то потом, когда вы просите, к примеру, приходят гости, вот через полчаса нужно срочно пропылесосить квартиру. Дорого станет. Да, и пропылесось. А ты сколько мне заплатишь за это? Я вам скажу, у Маши родители по струнке ходят по всей видимости. У Маши хорошие родители могут себе позволить, возможно, дать деньги и начислять, и так далее. Но не надо путать карманные деньги и, наверное, оплату, либо заслуженные деньги. Даже как и дарственные, когда вы собираете подарки, на что-то копите, да, растет сумма. Нет, я коплю сама из тех, что мне давали. Вот я же работаю только вот с этого года, буквально на Новый год себе нашла работу, с Нового года. А до этого мне давали деньги, и я просто в этом месяце их не тратила совсем, в следующем не тратила. И потом так накопила на подарки. А ты воспринимала как это зарплату? Вот смотри, ты говоришь каждый месяц. Каждый месяц, извини меня, получают взрослые люди зарплату. Да. То есть ты воспринимала эти деньги как зарплату? Как зарплату, да. Потому что, нет, мы экспериментировали, то есть мне давали каждую неделю. Было время, давали каждую неделю. Но я их тогда тратила быстро, потому что если с собой есть деньги, то есть соблазн их потратить. Вот. И я просто получала большую сумму, которую было жалко уже тратить, потому что когда ты получаешь по рублю каждый день, то тебе кажется, ну, что там один рубль, ну, маленькая сумма. Так, а можно тогда по-другому поступить? Смотрите, если вот Маша говорит, по рублю каждый день это мало, так может быть в начале года с родителями договориться, условиться, вот тебе энная сумма на год. Но не при нашей инфляции, не прокатит. Нет, на год. Вы знаете, а скажи, Маша, вот я хочу еще спросить такой вопрос. Вот когда у тебя были карманы и деньги, не было таких случаев, чтобы у тебя кто-то пытался их выманить, забрать, украсть, потерять? Вот такой опасности нет? Нет, в плане кто? Другие дети, другие школьники. Другие школьники, другие. А у нас, опять же, у нас все сверстники, им всем дают карманные деньги. Или некоторые тоже зарабатывают уже. Поэтому, как бы, вот если тебе не дают денег, у тебя их нет, конечно, уже в нашем возрасте никто не будет тебя никак ущемлять. Вот, к примеру, у меня есть младшая сестра, ей 12 лет, 6 класс. И она там провинилась, не получая деньги, и ее сверстницы, сверстники идут в буфет покупать, а она туда не идет, потому что у нее нет денег. Ну, знаете, вот этими финансами, которые дают родители, еще нужно уметь грамотно распоряжаться. Маш, как ты считаешь, должны ли родители контролировать, куда ты тратишь карманные деньги? Ну, конечно, в пределах разумного. Не то, что отчитываться за каждую покупку, то, что вот тебе деньги, вот, потом через несколько дней, а что ты на них купил? А ты вспомнишь? Я-то вспомню. Ну, рассказывать ли им, то, что я там купила 100 тысяч булочек, то, что я там, ну, потратила не сколько? Зачем родители интересуются? Встречный вопрос. Зачем, когда дают деньги, потом спрашивают, куда потратить? Ну, это логично. Вы знаете, я скажу такую маленькую историю со своей жизни. Вот, дружат одноклассники, одному парню дают деньгишку, второму не очень. В итоге они идут в магазин, проедают это на вкусняшки, и при этом тот, который с деньгами, говорит просто, я скажу папе с мамой, что я потерял. Деньги? Да, чтобы не было вопросов, чтобы не было, ну, просто потерял. Ну, сумма небольшая, конечно, мы не говорим о больших сумках, но, тем не менее, идет все равно хитрость. И вот, получается, вот эти карманные деньги порождают какую-то уже тенденцию к обману. Вот я категорически против вот этих моментов, когда человек до определенного возраста, ребенок, не понимая, что это, зачем, и который не может объяснить, что ему нужно и зачем, получает деньги просто так. С возрастом, чем дальше, тем больше, можно, конечно, выделять определенную сумму, а на сегодняшний день, я бы сказал, есть такой очень интересный вариант, это карточка с лимитом. И вот в зависимости от поведения лимит может уменьшаться или увеличиваться по воле родителей. И тогда возникает, отпадает вот эта ситуация, украли, потерял, обманул, потратил. Хорошо, давайте вот поймем, ребята, с точки зрения родителей, с точки зрения подростков, какая сумма карманных денег для вас адекватная и какая для вас? Вот с родителями. Можно вопрос, куда вам нужны карманы деньги, кроме булочек? Ну, я не покупаю булочки. Ну, как такое? Ну, мороженое. Я вообще, я очень люблю копить деньги на большие покупки. Мне нужны карманные деньги, чтобы их копить. Просто, подождите, вы только подбежали. Ну, смотрите, у меня родители просто с самого начала поставили позицию, что мы тебе ни за что не платим, ну, там, кроме того, что обязательно. Но, несмотря на это, 16 лет давали тебе каждый месяц зарплату. Нет, да, то есть они, понятное дело, что там, к примеру, они не будут мне покупать какие-то лишние подарки или еще что-то небососнованное. Хочешь себе, к примеру, там, какой-то компьютер или камеру накопила, купила. Все. Если это по потребностям, к примеру, я вот разбила телефон, мне не с чем ходить. На тебе кнопочный. А как же буфет? Знаете, что мне нравится? Что, когда мы говорим про деньги, никто не хочет называть конкретную сумму. Давайте я вам помогу. Наши зрители, мы задали им вопрос, сколько вы хотели бы получать карманных денег. Сергей Кудинов пишет нам, ну, мне хватало бы 30 рублей на 2 недели. Как вам эта сумма, родители? 30 рублей на 2 недели. 15 рублей на неделю. Не большая сумма. Не большая сумма. Нет, не большая. Ну, приятно. Но, опять-таки, зачем? Чтобы проконтролировать, куда они пойдут. Потому что сейчас молодежь у нас образованная. А на что плохое можно 30 рублей потратить? Ничего плохого за эти деньги ты себе позволить не можешь. Сигареты. Согласен. Вот так. Вопрос от Павла. Девочки, вам бы хватило 30 рублей на 2 недели? Да. Мне столько за месяц платили. Ага. Ну, хорошая, хорошая, значит, сумма. Трезвая сумма. Что еще пишет? Вот и выяснили. 40-60 рублей. Правда, наши зрители очень часто не пишут, на какой срок им это дают. Кстати, как вы предпочитаете? На большой срок выдать большую сумму сразу или по недельке выдавать по чуть-чуть? Я не выдаю вообще. У меня ребенку 10 лет. Она не получает вообще никаких расходов. Если в школе, у нас есть учитель, мы... Ирина, после этого эфира, послушав Машу... Ну, пока 10 лет, то не нормально. Мне ребенок, в принципе, и не просит. Ну, вот... Надо такси, надо вызвать такси родителей. Да, вот деньги, это что? Разве родители финансовыми показывают свою любовь? Так это не проявление любви. Это... Так воспитывают с самого начала, с самого детства ребенка к тому, что такое деньги. Я не знаю, может, потому что мои родители были бухгалтера, они непосредственно работают с деньгами. Нам давали деньги с первого класса. Давали, по нашим меркам сейчас, давали 50 копеек в первом классе, по-моему. По-моему, 50... Ну, давно было. А за оценки платите? Тогда за учебу платите. Нет. Еще вот с формулированного вопроса, видите, как я специально, да, спросил. Хитрый вопрос. Это его работа, ребенка, учиться. Тогда его надо платить, да? А он это не понимает в этом... Оценка есть, заслуженная награда. Они здесь понимают. Знание. Я считаю, что есть сбережения финансовые какие-то, когда у детей есть. Но должны быть... Это день рождения, Новый год можно подарить. Он собирает и что-то покупает себе. Что-то на каждый день я не считаю, что они должны быть у него. Дорогие мои, то есть вы считаете, за оценки платить не надо? Ну... Нет, нет. Да. Как они не хотят, что сказали. Ой, ну молодцы, какие. Вы довели себя. Я не понимаю, что много в этом не заработают. Что нам говорит статистика? Статистика говорит нам, что у 40% подростков есть сбережения. У 23% школьная карта. Банковскую карточку имеют 19%. Ну вот мы говорили о том, что банковская карточка, это очень удобно. 51% школьников готовы копить деньги. Вот такие же, как Маша. И Маша у нас сидит. Остальные 49%. Практически половина спускает все на... Потому что не дают им. Ну, а ведь если совсем не давать карманные деньги, финансовой грамотности не научишься? Ну, смотрите, как вариант, за что платить деньги. Мне, когда я была маленькая, платили за то, сколько страниц книги я прочитала. Маша, знаешь, мне кажется, сам формат платить, это не есть правильно, да? Карманные деньги, это не плата. На мой взгляд. Может быть, потому что я уже больше к этой категории начинаю. Но нет, я стараюсь все-таки быть с вами. Но платить своему ребенку, не зная, насколько это правильно. Карманные деньги, это не плата. Ну, ты должен понимать, что ребенку важно понимать, что он не просто так получает деньги. Деньги ни за что не появятся. Нужно что-то сделать, чтобы их получить. Но это не учеба и не уборка квартиры. Можно найти что-нибудь еще. Сложная, сложная очень схема. Я бы в таком случае тоже присоединилась к лагерю родителей и ничего бы не давала детям. Потому что поесть они могут в школе. Все школьные затраты тоже закрывают родители. На все, что вдруг понадобилось, можно опять же попросить разного у родителей. Да, здесь очень важный момент ценность деньгам. Как осознать ценность, если тебе постоянно просто дают. То есть где-то, да, как Маша, ты молодец, правильно это сделал. С 16 лет ты уже начинаешь где-то осваивать какие-то профессии, работать. И это помогает тебе осознать, что деньги, это не так легко. Любые, даже 30 рублей на 2 недели, это и надо заработать. Ну, а мы благодарим наших зрителей за то, что они активно делились с нами своим мнением в комментариях. Мы тоже все перечитаем. И, может быть, кому-нибудь эта информация пригодится, и кто-то поймет, сколько денег нужно давать своим детям. Спасибо большое, родители, за вашу точку зрения. Ребята, молодежь, тинейджеры. Мы рады, что вы тоже провели свою активность. Работайте, зарабатывайте. Работайте, зарабатывайте. Все только за завтра. В это же время встречаемся на телеканале «Беларусь-2». Пин-код будет с вами 1545. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова